Виталий Авдеев сменил бессменного председателя правления Байкалбанка Вадима Егорова. Решение о досрочном прекращении его полномочий, длившихся 18 лет, приняло собрание акционеров. Кстати, состав этих самых акционеров заметно изменился. Пятеро москвичей и двое краснодарцев теперь владеют акциями кредитной организации Бурятии. Ни стратегию, ни курс варяги менять не намерены, заверили журналистов. Байкалбанк как был, так и остается самым крупным республиканским банком, единственным в республике. У нас нет намерения, как звучало где-то в прессе, сменить регистрацию или слиться с кем-то. Последствия апрельского коллапса устраняют до сих пор, рассказал новый руководитель банка. Все еще есть лимит на перечисление и выдачу денег в банкоматах, признался Авдеев. С юрлицами, которые пострадали больше остальных, они не могли совершать внешние операции по своим счетам, тоже не все гладко. Жалоб прилично. Некоторые бизнесмены даже обратились в суд. Новый председатель объяснил все это фобиями и желанием заработать на штрафных санкциях. Люди еще живут теми событиями, которые были в апреле месяце, ажиотажным спросом на денежные средства, которые находились в банке. И желанием их как можно скорее забрать, невзирая ни на что, ни на потерю процентов. Вот сейчас многие, как физические лица, так и юридические лица, они живут, конечно же, больше своими страхами, чем фактическим обстоятельством дела. Чтобы улучшить финансовое состояние, Байкалбанку пришлось продать банку Агросоюз кредиты своих клиентов. Сейчас Байкалбанк готов их выкупить и вернуть себе. Много в той сумятице продали и золотых слитков. Их купил Центробанк. Финансист убеждает, исхудавшие запасы восполним. Выкупим у местных недропользователей 750 килограммов золота. Уставной капитал сейчас наращивают и другими способами. Сами акционеры внесли 200 миллионов рублей. Что касается причины техсбоя, ее до сих пор устанавливают. Ясно одно – это была атака, причем извне. Нами установлены, конечно же, первые признаки и способы. Единственное, что могу сейчас сказать, данная информация у нами передана в правоохранительные органы. Держится на контроле и там решается вопрос, ведется дополнительная проверка о том, что, возможно, будут усмотрены признаки и преступления, совершенных пока не установленной группой лиц. В завершении беседы с прессой новый председатель правления сказал, что банк продолжит кредитовать бизнес республики и намерен развиваться в других регионах. Основные точки роста – Москва и Крым. Извинений за апрельскую нервотрепку от москвича не последовало, хотя именно с них и следовало бы начинать восстанавливать подорванную репутацию. Анна Зуева, Виктор Горновской, Новости дня.